Ей не было и 30-ти в Лепойской больнице. Недавно с коронавирусом умерла молодая девушка, мать двоих детей. В её лечении врачи применили препарат ремдисивир. Опыт использования его в латвийских больницах разный. Где-то положительный, где-то не очень. А кому-то его не доставили, несмотря на просьбы. Вчера в Лепойской региональной больнице умерла 27-летняя девушка, мать двоих детей. У неё был констатирован COVID-19. По данным родственников, у женщины больше недели была высокая температура, а сразу после рождественских праздников ей стало трудно дышать. Пациентку в Лепойской региональной больнице начали лечить препаратом ремдисивир, который доставили из Риги. На какое-то время ей стало лучше, но потом состояние резко ухудшилось, и женщина умерла. Ну, конечно, это ненормально, когда умирает 27-летний человек. Это очень печально, но мы с самого начала знали, что COVID не различает возрастов. Иногда выживают такие пациенты, когда кажется, что тут на самом деле нет вариантов. Дежурили инфектолог и реаниматолог, которые совместно приняли решение, нужен этот медикамент пациенту или не нужен. Мнения о хорошем воздействии этого препарата разделились. Всемирная организация здоровья в ноябре запретила его использование. В то же время есть индикации, когда его можно применять. Но побочное воздействие довольно большое, и его надо применять очень внимательно. Напомним, что с 20 ноября Всемирная организация здоровья не рекомендует применять ремдисивир для лечения пациентов с COVID-19. Не доказана его эффективность. Кроме этого, возможно, негативное влияние на печень. Впрочем, в Латвии этот препарат продолжают применять, поскольку ничего другого от COVID-19 нет. Да и к тому же в ряде больниц видят положительную динамику у пациентов от применения препарата. На текущий момент 357 человек прошли курс лечения ремдисивиром, подавляющее большинство из которых лечились в Риге, в Восточной больнице и в больнице Страдене. В Лепое ремдисивир применяли пять раз. В четырех случаях удачно, пациенты выписаны и здоровы. Даугупилская региональная больница одной из первых применила ремдисивир для двух пациентов. Оба находились в тяжелом состоянии. Однако лечение не помогло, они умерли. После этого препарат больше не заказывали. Если мы говорим про пациентов, то нужно отметить, что в принципе позитивной динамики на базе своей больницы мы не можем отметить. Первый случай человек быстро был подключен к высокопоточной подаче кислорода, которая тут же автоматом по всем исследованиям со стороны французских наших коллег и немецких исключает возможность использования этого препарата. Во втором случае было более долгое использование, но опять же какой-то позитивно выделенной, выраженной динамики при использовании этого препарата, помимо нашей обыденной терапии медикаментозной и кислородному лечению, в принципе, мы не наблюдали. Некоторым больницам ремдисивир не достался даже тогда, когда они его просили. Мы много раз его просили, но там консилиум врачей в Риге принял решение, что в тот конкретный момент не было необходимых индикаций для его применения у пациента, и он нам не достался. Отметим, ремдисивир хранится только в Риге, и давать его пациентам или нет, решает консилиум врачей. По факту смерти пациентки в Лепойской больнице будет приведена проверка. Это простая процедура в таких случаях. Если пациент умирает от инфекционной болезни и смерть внезапная, то предусмотрено вскрытие и расследование после смерти. Это предусмотрено правилами Кабинета министров.